Они не только подруги по жизни, но и партнеры в спортзале. Дана и Анна – мотиваторы. Своим примером они прививают любовь к здоровому образу жизни. Несколько лет назад они и сами жаловались на лишние килограммы. Теперь помогают другим. Проснулась, когда мне было 22 с хвостиком. Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что надо что-то менять в своей жизни, что я не хочу больше выглядеть как тетя, хотя я девушка. Хочу выглядеть как девушка, хочу себе нравиться, хочу быть уверенной в обществе. И, в общем-то, я начала действовать. Здесь всю еду готовят исключительно в ночное время суток. В меню только здоровая и полезная пища. Весь рацион составлен диетологами и медиками. Утром клиент получает несколько контейнеров с правильной едой. Стоит набор от 800 рублей в день и выше. По началу очень многие люди не понимали, как может быть еда, как может быть салат без майонеза, как может быть рыба не жареная, и, ну, без, там, борщ без сала, да, и как так. Вот, и, соответственно, первое время клиенту, ну, им непонятен вкус, да, то есть он немножко отличается. Но дальше уже, в общем-то, адаптация происходит. Похудеть любой ценой – направление, которое сейчас актуально в социальных сетях. Люди платят деньги за то, чтобы их заставили заниматься спортом. Причем нагрузки многие получают серьезные. Мы решились на эксперимент. Выполнить круговую тренировку согласилась участница Олимпиады, чемпионка Европы, призер мировых форумов Наталья Лобова. Обязательно надо подумать, да. Наверное, даже пройти, может быть, какую-то минимальную подготовку, не идти на супер какие-то рекорды и себя где-то испытать, и почувствовать свое тело, насколько ты можешь способен это вообще воспроизвести для себя. Кстати, в Саратове скоро стартует похожий проект. Он называется «21 день плюс». Его авторы решили доказать, что любой способен добиться неплохих результатов. Слишком много проектов, где пинают. Это унижает людей. Зачем людей унижать? Не нужно приучать людей к тому, что без пинка они не сделают. Можно плавно подвести и грамотно человека к тому, что ему самому понравится. 21 день – это то время, за которое формируется привычка. 21 день плюс – это то время, когда закрепляется привычка. Как отмечают профессиональные спортсмены, ряд упражнений, которые входят в подобные марафоны, действительно полезны. Но некоторые могут серьезно навредить здоровью, особенно для физически неподготовленного человека. Павел Фитилев, Игорь Шишилин. Новости Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова